О! Ничего себе! Кайф! А вот еще один вариант лошадь, но не совсем для позвоночника. Наверное, правильный, но... Доброе утро, друзья! Доброе утро! Сегодня 27 мая 2023 года. Санкт-Петербург, видите, канал. Погода отличная для Питера. У меня проходят с вчерашнего дня сборы, учебно-тренировочные сборы по Пёк-Ксенкай, по руководству Шахана Александровича Танюшкина, Восьмой Дан. Сегодня еще целый день я буду тренироваться. А завтра, завтра, друзья, уже начнется наша весенняя школа в Польцуань, Санкт-Петербурге. Приглашаю тех, кто еще не успел. Вот. Ну, видео, точнее, я выложу завтра, когда уже школа будет начинаться. Ссылочка в описании будет. Кто-то, может, еще успеет. А даже приедет участник из Крыма, который заочно так же смотрел видео, как и вы, занимался. И вот вчера отписался, что он едет на поезде на наши сборы. Так. Ну, а мы кратенько повторим сегодня. У меня утром тренировка по третьему уровню. Продолжаем пока работать. Думаю, со следующей недели уже начнем по четвертому уровню двигаться. Итак. Еще раз. Кича Джоан. Я не очень долго. Напомню, по времени буду стоять. Вы можете побольше постоять, напомню, от пяти минут. От пяти минут. Втыкаем пальцы в землю. Локти немножко в сторону. Макушка свободно тянется вверх. Сформировали правильно. Куа. Стопы параллельно усели между стопами. За счет шара можно отслеживать. И потихонечку, по готовности, когда сосредоточились, расшевеливаем наш стол по направлению. Назад, вверх, вперед, вниз. Втыкаем туда. Вытягиваем. Такая хорошая мысленная работа. Я вчера летел в самолете и тоже какое-то время можно на самом деле практически в любой ситуации заниматься и цуань. Будущее, когда вы двигаетесь или когда в статике. Вспоминая слова мастера Ячинжуна, что не важно, что вы там десять или пятнадцать минут стоите. Важно, как вы это применяете, встраиваете в свою жизнь. Вот это важно. Если вы час отстояли в столбе, но потом это не используете, то эффект от практики будет невысокий. Сбоку посмотрите еще раз. Видите, далеко пальцы, ладони не выходят за пределы. Напомню, добавочные усилия назад, наружу, вперед, внутрь. Стопами отработали усилия наружу, внутрь. Пальцы достаточно твердые. Столбы хорошо заряжают, наполняют силой, особенно когда вы занимаетесь на свежем воздухе. Полные грузи, периодически можно вдыхать воздух. Вот, пошло-пошло, уже чувствую. Такая тонкая пульсация по пальцам начинает идти, как слабый ток. Важно, что вот этот ток, который мы тянем из земли условно, он во всем теле проникал, пронизывал все тело. И так, постояли, течет жуан и повторяем непростой столб. Го-го, а жуан, подвешенные крюки наши. Напоминаю, вот такое положение. Мизинцы практически вниз, указательный палец вперед. Вот, еще раз показываю. Отвел немножко бедра назад. Диагональные пружинки и пошел назад-вперед. Раз-два. Назад-наружи, перед-внутрь. Назад-верх, перед-вниз. Проверили плечи свободно двигаются. Раз-два. Назад-вниз. Назад-вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Все шесть направлений отработали, напомню, а на втором этапе свободно тестируем, притираем усилия. Здесь хорошо есть простор, позавчера еще в окрестностях Мурманска Баранилоб со своим индивидуальным учеником занимался, там тоже простор, и он прямо каждый раз, когда мы там занимаемся, чувствует приход. От пяти минут на каждую сторону, друзья, можно больше. Ну а далее повторим с вами Цзай Цуань, это удар кулаком на третий уровень, направление вверх, буравлящий кулак вверх, напомню, немножко на себя нужно тянуть. И особенность работы реверсивной руки, здесь локоть чуть выше, вот такая работа. Вот такое, Цзай Цуань, вот у нас, Хэн Цуань тоже, Цзай тоже, а Цзуань, вот у нас такое положение. Позиции с пинбу начнем. Прижиме шили, требования к внешней форме движения, посмотри, траектории, вот, и когда убедились, вот, реверсивная рука работает, затем уже требования к внутреннему наполнению содержания прослеживаем. Стопы работают. Ввинчиваем кулак. Постепенно можно добавлять скорость, если вы чувствуете, что правильно делаете. комфортно вам, плечи не устают, значит, правильно делаете. Если устают, то остановитесь, стряхните, что-то пошло не так. Ну, на самом деле, чтобы прослонценить плечи, а у многих проблем с плечами, требуется правильная практика и время. Поделали. Правосторонняя позиция Динбабу тоже сначала спокойно, медленно, не торопясь преодолеваем сопротивление. Выводим на центральную линию при плечи и затем постепенно добавляем скорости. Такую площадочку сделали, раньше не было, вот за этот год как раз удобно здесь заниматься. И, соответственно, с левой стороны можно примерно по 5 минут пинбу и Динбабу на каждую сторону. Добавляем скорость. Поделали так, встряхнули и наша методика 2 плюс 1, то есть постепенно притираем фолеем. Пинбу позицию. Раз, два, три. Раз, два, три. Постепенно делаем. У нас на третий уровень, напомню, шишен. Вот потихонечку, где фоли, можно его пробовать. Ну, второй, второй уровень шишен, где уже слитно. С правой стороны. И с левой стороны. Хорошо. Ну, и традиционно поработаем с суставами. На каждой тренировке это делаем. Колени. Другую сторону. Четыре в одном. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ну, и я традиционно сделаю шиньгуй шуй на шагах. Вы можете повторить, допустим, гоу-гуаш или фэнь-гуаш или я обращаюсь в первую очередь к начинающим. Поскольку шиньгуй шуй сложная вещь, мы завтра его на занятии на нашей весенней школе Цуань поработаем с ним. Итак, шиньгуй шуй. Ну так, кратенько. Фухуджан. Фухуджан. Солнышко вышло. Наколдовали. С другой стороны. В Питере солнышко это что-то. О, тепло, хорошо стало. К тигру всегда солнышко приходит. Шиньгуй шуй. В другую сторону. Шиньгуй шуй. Шиньгуй шуй. Шиньгуй шуй. Шиньгуй шуй. Шиньгуй шуй. И на правой ноге. Шиньгуй шуй. Отлично. Итак, это видео выйдет уже 28 мая, как раз день проведения семинара. Питерцы могут успеть на семинар. Приходите, буду рад вас видеть. Познакомимся с этим стилем для начинающих. Ну а те, кто занимается, мы углубимся в практику. Я постараюсь подправить вас каждого. Отвечу на ваши вопросы. Ну и вместе будем двигаться дальше. Затем на летнюю школу можно поехать в Подмосковье. Будет с 6 по 12 июня. Друзья, будьте здоровы, укрепляйте свой дух. Я вот сзади тут заметил еще такие скамеечки для лежания. Наверное, загорания. И грех на них не сделать столб лежа. О, ши, Джоан. О, ши. Да. Давайте покажу сейчас. Вот так. О, они еще крутятся. Славно как. Так. Навстречу солнцу. Карусель. Итак, ложимся. Ноги согнули в коленях. О! Чинбао Джоан. О, ши лежа. Здесь как раз под спину изгиб хороший. Для головы удобно. И вот так полежали. Покайфовали. Можно представить, что это лодочка. Я лежу в лодочке. И на волнах покачиваюсь вверх-вниз. Влево-вправо. Вперед-назад. Хорошо. Один из вариантов. Разное положение рук может быть. Вот. Ну. Сохраняются основные принципы. Какие? Столки. Тот же столб. Дзоши. В позиции. Сидя. Принципы какие? Что комфортные столбы. В них можно отдыхать. Но все время меняется немножко тело в пространстве. Соответственно, мы где-то стопами, где-то спиной, всеми частями тела. Где-то надавливаем. Где-то там уходит давление. И мы отслеживаем внутри вот эти изменения. Тело такое же единое. Шар помогает нам обхватить вот это, поддерживать единство. Вот. Хорошее положение тела для кровотока. Хорошо делает это перед сном. Ну, в принципе, когда удобно. Можно, в принципе, даже загорать, как я сейчас показал. Можно сидя поделать. Ну, красота какая. Зоши. Вот. С учетом, что у нас еще вращается, можно сейчас вот так вот сделать. Опа. Запустили. Эх, кто-то еще крутанул бы. Так, давай. Шу. Ооо. Ничего себе. Кайф. Ах. Баааа. Какие интересные ощущения Класс После этого резко только не вставать Чтобы голова не закружилась Друзья питерцы, вам повезло Адрес я вам оставлю Где можно этими столбами Здесь таких 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Отличное число таких лежаков И можно здесь Ошинжуан с вращением делать Ну и солнышко в Питере красота, друзья До встречи на семинаре на нашей весенней школе Пока-пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok